Сегодня мы с вами готовим бессолевую капусту, квашеную капусту. Квашеная капуста без соли и солевая капуста имеют большое различие. Солевая капуста, иногда их путают, солевая капуста непосредственно готовится с солью. Соль является ядом для нашего организма, для любого живого организма, так как химическая соль, либо натуральная соль, это не имеет значения, но влияет все равно отрицательно. Так как соль является великим консервантом, поэтому, чтобы не консервировать ни продукты, ни наш собственный организм, мы будем делать квашеную капусту без соли. Почему она полезная, объясню, потому что в процессе ее изготовления проходит процесс ферментации. И что нам при этом необходимо? Капуста белокочанная, морковь, чистая вода, дистиллированная, родниковая, либо талая, вот как мы используем, вот она, процесс проходит. Далее нам необходимы специи, укроп, кориандр, морская капуста, мы ее попозже размочим, лавровый листочек, лук и чеснок. Что еще необходимо? А, и нам необходима еще закваска, то есть это жидкость, которая осталась от заквашивания предыдущей вот этой капусточки. Она нам очень необходима, она ускоряет процессы ферментации, улучшает. И вот все, приступаем к работе. Капусту шинкуем, морковку трем на терку, и еще имбирь с имбирем я буду использовать. Имбирь тоже натираем на терку. Нарезаем лук и чеснок, замачиваем морскую капусту, а семена укропа и семена кориандра мы уже измельчили в блендере. Приступаем к работе. Нам необходима шинковка, либо обычно простой нож, терка. Вот все наши инструменты. Продолжение следует...